и ужин с мамой чего-то так обычно не делают она очень удивилась, когда узнала, где я был но ничего не сказала я благодарен ей очень за это ну что она мне доверяет и не ограничивает она в этом плане не похожа на всех она с раннего детства без всяких там ерундей, пропестики, тычинки объясняла мне, откуда появляются дети она говорила, что есть разные ориентации что к этому нужно относиться как к чему-то обыденному потому что это личное дело каждого она говорила, что есть люди, которые родились не в своем теле, есть люди, которые скрывают свою ориентацию всю жизнь и это делает их несчастными хорошо, что она не врала мне в этом плане, ведь есть же интернет и куда лучше узнать все от близкого тебе человека, а не от каких-то там порносайтов, где все преувеличено я-то? ну да, конечно я смотрел всякое там даже уже не вспомнил не скажу, что мне сильно понравилось там все слишком по животному мне такое не близко чисто визуально но мы не про это сейчас я решил, что мне нужно завязать романтические отношения с кем-то за партой я тогда сидел с Лизой поплевком она как-то часто просила порепетировать с ней после занятия с хором я подумал, что это могло быть не случайно в общем я решил действовать так-то она мне не сильно нравилась но потом я подумал, что я всегда не очень понимаю нравится мне девушка или нет а при чем тут, что я подросток, а? ой, я умею себя контролировать это все стереотипы, что мальчикам в кубертате кроме порно ничего не интересны ну, кто ограниченный, может так и есть а у меня помимо этого полно увлечений и интересов уже во время уроков я зачем-то стал разглядывать Лизу и да, совершенно точно убедился, что она мне нравится ей бы только как-то разобраться с прыщами и она будет уже очень даже привлекательной я заметил, что у нее большие серые глаза волосы плестят достаточно хорошо развитая мускулатура в общем, она очень даже ничего после хора я подошел к ней и сказал, что хочу убедиться с ней после урока я решил, что не буду разгусоривать, а буду решительной женщинам такое нравится вот и Лиза согласилась я обрадовался, потому что уже даже это можно обсудить с Никитой Афанасьевым мы договорились, что с Лизой пойдем в кино классический прием я выбрал фильм, где основной сюжет это любовная история ну, чтобы она считала ее наименнее после ее занятия в художке я встретил ее и мы вместе пошли до кинотеатра по дороге она мне рассказывала, что ей бесит что ее мама еврейка и заставляют всю семью жить по еврейским законам и так как ее отец слабохарактерный то он во всем слушает жену а Лиза не хочет и втихаря ей свинину на зло маме один раз она даже попробовала съесть ее сырой ну, типа, чтобы максимальный протест но в итоге ей пришлось учиться о садьмах на лезах я тогда немного удивился, что девчонки рассказывают такое на свидание ну, может я просто чего-то не знал или не понимал когда мы пришли в кино, Лиза зачем-то поменялась со мной местами хотя она уже в России она сказала, что левая сторона лица ей больше нравится и она не хочет, чтобы я два часа видел ее правую мне неудачную тут я снова удивился потому что все два часа я планировал смотреть кино а не на правую сторону и вот пока мы сидели вроде все было хорошо вот я сижу такой в кино с девочкой потом буду провожать ее до дома возможно, мы даже поцелуемся но почему-то у меня было такое чувство что я не хочу, чтобы фильм заканчивался и не потому, что он какой-то гениальный фильм так-то очень примитивный а потому, что я не хочу провожать Лизу до дома и, возможно, целовать я все думал про этот Сальмон Нахинес про который она рассказывала и что если она его не долечила я, получается, тоже могу залетиться от нее я думал про ее прыщик над кубой которая казалась вот-вот ловнет я думал, что это может произойти во время нашего прицелуя потом я себя успокоил, что можно не целоваться пока прыщик пройдет ну и про Сальмоне Лес я у нее уточнюсь но вдруг она положила свою руку на мою и сжал ее и так, знаете, крепко я тихонько повернул голову к ней и понял, почему она села именно этой стороны лица ко мне на ней почти не было прыщиков а вот на другой были пауза и я ушел сказал, что пошел в туалет и ушел ну, в туалет я и правда сходил помыть руки ну и пошел домой я будто даже торопился мне казалось, что она может догадаться что я сбежал и как коршун настигнут меня мне было стыдно, конечно я же к Лите хорошо относился но вот я понял, что не смогу да и находиться там с ней не смогу а вас когда-нибудь бросали? он не подумал бы вы же довольно привлекательная хотя... я так и про Лизу говорил что она довольно привлекательная а вот как она вышла когда я пришел в школу на следующий день я понял, что Лиза решила со мной не разговаривать ну, мы и раньше не особо как-то говорили но тут она даже не поздоровалась со мной мне стало как-то не по себе от этого а еще во время урока математики она мне пнула прямо по коленке и это точно было не случайно но что я мог ей сказать? поэтому я попросился выйти с урока и пришел в туалет тиреть отпечаток и бутинок с моих брюк мне было стыдно надо было все-таки проводить ее до дома а не сбегать вот так в туалете было накурено пока я терял штанину из туалетной кабинки кто-то вышел и когда я уже собирался уходить увидел, что это был Никита Афанасьев он сказал, что рад меня видеть и спросил, как дела я решил, что Лиза была в моей жизни не случайно и сказал Никите Афанасьеву, что расстался с девушкой а он похлопал меня по плечу и сказал, что понимает про расставание, конечно, немного преувеличил но думаю, Лиза бы не обиделась наоборот, ей бы даже было приятно что назвал ее бывшей девушкой Пауза улыбается и вот потом, понимаете случилось самое крутое в моей жизни Никита Афанасьев сказал чувак, тебе надо выкинуть ее с головы я сегодня отмечаю Днюху, приходи тоже прибухнешь, повеселишься и забудешь о ней и тут я резко ощутил чувство что мне реально разбили сердце что Лиза разбила мне сердце и мне непременно нужно все, что предложил Никита Афанасьев мы договорились, что он с отцом заедет за мной сегодня восемь вечера и мы поедем в их загородный коттедж как сказал Никита Афанасьев, там будет и сауна, и бассейн, и кальян я тогда подумал круто, что я еще и познакомлюсь с его отцом его же у нас в городе многие знают его теперь его сын пригласил меня на свой день рождения будто мы лучшие друзья я был даже счастлив вот когда Лиза согласилась идти со мной в кино такой радости у меня не было в общем, мне пришлось уйти с оставшихся в уроках хотя я так раньше никогда не делал и пойти выбирать подарок Никите Афанасьеву потому что еще надо было успеть домой чтобы переодеться и вести себя в порядок подарить ей решил собрание сочинений на боково я конечно сомневался, что Никита Афанасьев любитель почитать книги но мне ведь хочется, чтобы подарок был полезным и делал того, кому я его хочу подарить чуточку лучше когда я пришел домой, то первым делом кинулся в душ пока носился по книжным, успел весь потеть и все такое когда я стоял после души передергалом я вдруг неожиданно для себя будто впервые стал себя разглядывать причем так как бы с критической точки зрения я понял, что у меня очень тонкие и слабые руки не такие как у Никиты Афанасьева понял, что у меня какая-то девчачья длинная шея не мужественная и массивная как у Никиты Афанасьева еще у меня какой-то костлявый торс и на бедрах торчат кости у Никиты Афанасьева совсем другой торс я видел тогда в душевой ноги тоже худые и без волос у Никиты Афанасьева были крупные ляжки на которых уже были короткие темные волоски я разглядывал себя но ощущение будто разглядывал Никиту Афанасьева я трогал себя а ощущение было, что я трогаю Никиту Афанасьева когда я вышел из ванной в коридоре стоял отец ждал меня оказывается, он сегодня приехал я тупо стоял какое-то время а он все ждал, когда я подойду к нему и обниму как это делал всегда ну, когда он приезжал из командировок но я просто прошел мимо него на кухню к маме сказать, что приду поздно может быть даже утром рассказал про приглашение на день рождения она конечно удивилась обычно-то если меня куда-то звали я не очень хотел идти спросил что за мальчик как давно дружим и тут конечно же зашел папа когда он услышал про Никиту Афанасьева то как-то странно отреагировал сказал, что не хотел бы чтобы я общался с сыном Вадима Афанасьевича типа этот Вадим владеет кучей территорий в городе который отжал в 90-е и ничего с ними не делает поэтому даже в центре города у нас полно запрашенных территорий которые он никому не отдает ну вообще у него повадки подвязки с бандитами местными а потом он добавил не думаю, что такой человек мог воспитать нормального сына я не вдержался и сказал значит такой человек, как ты не мог воспитать нормального сына и ушел в свой пол я сидел там у себя и злился на него какое такое право он умеет так говорить и семье моего друга после всего, что я о нем узнал Пау позвонил отец Никиты Афанасьев сказал, что они подъехали когда я обувался прихожей, отец тоже собирался типа, проводить меня в лифте мы ехали в вечность как мне показалось еле-еле ползли цифры этажей когда мы выходили из подъезда я увидел большую машину с тонированными стеклами и тут я не знаю, что на меня нашло я сказал папе что мне все про него известно наверное, именно этот момент я выбрал потому что он не смог бы мне ничего сказать в ответ ведь я вот-вот должен уехать он остановился на месте и пока я открывал дверь и залезал на заднее сиденье он просто стоял и смотрел будто в никуда потом отец зачем-то обошел машину и встал у окна со стороны водителя отец Никита Афанасьева открыл окно мой отец что-то расспрашивал про то, где будет мероприятие и записал номер отца Никиты Афанасьева и адрес дома когда он наконец вышел обратно по въезду и скрылся за дверью отец Никиты Афанасьева повернулся и сказал так ты значит сын Бориса Сергеевича а мы с ним давно знакомы после он протянул мне свою руку и сказал что я могу звать его просто Вадим круто подумал я всего лишь Вадим так вот у простого хотя человек он какой заслуженный пока мы ехали до коттеджа Вадим почему-то все говорил о моем отце как он с ним познакомился по какие-то вопросы пересекался оказывается они с ним как-то даже жили в одном общежитии на одном этаже мне если честно про отца хотелось говорить меньше всего но молчать в ответ я тоже не мог когда мы доехали до коттеджа Вадим предложил мне зайти внутрь дома а сам с Никитой Афанасьевым остался в машине о чем-то поговорить в доме уже было много народа много было и взрослых наверное это друзья Вадима еще я заметил что девочек совсем не было играла музыка кто-то уже ходил в плавках чуть подальше я увидел отдельную зону с диванами напротив которых стояли кальяны а напротив них я заметил шест всем кажется уже было весело я поставил собрание сочинений Набокова к остальным подаркам и увидел что Вадим с Никитой Афанасьевым уже тоже в доме я подошел к Никите Афанасьеву сказать что оставил свой подарок там же где и все и спросил какая у мероприятия программа он как-то странно посмотрел на меня и почему-то ответил мне сразу что я могу делать все что хочу и пошел к друзьям мне стало как-то неуютно я понял что я тут Продолжение следует...